Всем привет, с вами JustDub, канал про аниме с анонсами, топами и новостями. Сегодня мы посмотрим на аниме Dr. Stone Новый мир. Начинается аниме с того, что Рюсюи, Сенку и Хром приземляются в деревню Ишигами. В честь победы над Цукасой, главным врагом Сенку в первом-втором сезоне и прибытием Рюсюя в деревню, жители устраивают пир. Правда, пир был не таким, каким его представлял Рюсюй. Рюсюй спрашивает Сенку, сколько им еще тут быть, и получив в ответ два года, он решает, что им нужно искать любую другую еду, кроме рыбы, любой ценой. Обнаружив стадо кос, у них появилось мясо. Находясь в воздушном шаре, Сенку и Рюсюй обсуждают численность населения в деревне и доходят до того, что количество жителей в деревне не росло, а скорее убывало, потому что они питались одной рыбой, которая ловится в маленьких количествах. В планах у них найти семена с неба. Сенку говорит Рюсюю, что после того, как земледелие начнет развиваться, возникнет продовольственный рынок. И Рюсюй будет купаться в деньгах. Найдена пшеница. Так как дорога предстоит долгая, Сенку говорит о том, что им нужна консервированная еда. В то время как Рюсюй мечтает о булочках, Сенка хочет сделать сухарики. Мало кто возделывает поле, но Ген решает устроить поединок за место главы. Победит тот, кто лучше вспахает поле. Начинается ожесточенная схватка между Гена и Йоуэи. Наступила ночь. Тайдзю пахает как не в себя. И говорит, что хочет вспахать как можно быстрее. Так как хочет, чтобы те, кого оживили вновь, увидели родителей. Ведь в детстве родителей у него не было. И он не хочет такого же другим. Наступило утро. У Тайдзю все выросло, а у Гена ее нет. Как оказалось, Тайдзю просто насыпал перетертых ракушек. Но почему же это помогло? Проведем урок химии во время пересказа аниме. Как узнать, в каком состоянии почва. Помойте и рассылки дипомию, вымочите в ней бумагу. Получится лакмусовая бумага. Если бумажка станет красной, значит почва кислая. Если фиолетовый, значит все хорошо. Таким образом, насыпав ракушек, он нейтрализовал кислоту. Первый хлеб в каменном мире. Готов? Рюсуи заявляет, что им нужен повар. И собирается воскрешать Франсуа. Но для этого им нужна оживляющая вода. И они звонят минами. Ведь у нее она имеется. После воскрешения обсуждения требуемой еды, Франсуа решает сделать штолен. Вся деревня радуется вкусной еде. Также Сэнку сделал зеркало, используя свой фотоаппарат. И подарил его минами. Это был очень дорогой для нее подарок. Начинается следующая серия сфотографирования местности с воздушного шара. Дальше. Рюсуи говорит, что хочет сделать трехзвездочный ресторан Франсуа. Она же, в свою очередь, говорит, что посмотрит снимки для поиска ингредиентов. Сэнку заявляет, что им нужно что-то богатое белком и хранящееся долго. Рюсуи же начал мечтать о блюдах для гурманов. Франсуа сказала, что в меню войдет риет из кабанины с трюфелями. А поможет в этом Суйка. Кабаны найдены, трюфели найдены. Ага, еще и нефть нашли. А потом мы катер построили. Уже и послание передают. Но произошло что-то нежданное. Связь прервалась, и мы слышим что-то на азбуке Морзе. И означает это что-то W-H-Y. Или в переводе с английского «почему». Сделан эхолокатор. Возможно и нет. Легкий способ ловить рыбу. Внезапно до хрома дошла гениальная мысль поднести локатор к металлам. В итоге мы имеем руды и дороги для их транспортировки. Серия начинается с предыстории Рюсуя. Но у нас тут краткий пересказ, так что за подробностями в аниме. Вся серия посвящена строительству корабля и набору экипажа. Подробности также в аниме. Отец Сенку невероятно давно спрятал на острове Тайник. Который поможет спасти все человечество. Собственно, куда герои направляются. Союз рассказывает, что раньше этот остров был его домом. Но мать отправила его в плавание. И так он оказался в деревне Ишигами. Зачем вам эта информация, спросите вы. Честно, я и сам не знаю. Наверное, чтобы растянуть хронометраж. На переговоры с местным населением отправились Сенку, Кахаку, Ген и Союз. Ну и еще по мелочи весь экипаж превратился в камень. Рюсуи же, в свою очередь, спасуйку, отбросив ее от эпицентра событий. Вербуют к себе жительницу деревни Амарилис. Амарилис рассказывает, как однажды она с друзьями решила покинуть остров. Но их остановил, а скорее заставил застыть странный луч, исходящий от веревки, которая бросила Кирисаме, часть экипажа плывущего за лодкой детей. Они превратились в камень, и только Амарилис осталась неокаменелой, так как луч не имел достаточный радиус. После чего герои решают, что им нужно пробраться к главе и у него искать клад. Самый легкий способ выиграть конкурс красоты и попасть в гарем, так что Кахаку придется приодеться. Также нужно научить ее вести себя более женственно, в том числе им нужна лаборатория для того, чтобы сделать макияж для Кахаку. Корабль захватили. Что же делать? Конечно же кричать «ЛАБА!». А вот поздно уже что-то делать, вас заметили. Ген придумывает оправдание, что Сенку зовут ЛАБА, и без Лабы Кахаку не жить. Как оказалось, Гинра тоже жив, прячется в бочке. Вот к ней подходят. А что же будет дальше? А дальше идет реклама нашего Бусти. Если вы хотите поддержать нас или видеть наши ролики раньше других, то подписывайтесь на наш Бусти. Суйка засейвила Гинра, и теперь они мчат на лаборатории на колесиках. Косметика это явно не для Кахаку. Чем больше кандидаток, тем больше шансов на успех. По итогу все наши няшки пошли в гарем, а Сэнку сделал одностороннюю рацию, чтобы Кахаку могла его слушать. Пока Амарилис отвлекает охрану, Кахаку ищет клад. Что это? Крысы? Нет, это игрушечные крысы. В ней Кахаку передала странное послание о том, что она нашла клад. Но наши ученые еще остаток серии гадали, что это нарисовано. Итак, последняя серия. Последняя преграда перед платиной. Камень. Хочешь сломать? Еще и не пошумев? Вот и завязка к серии. Цель бесшумная бомба, ну или невзрывчатое разрушающее вещество. Упс, нашумели. В этом песке слишком много платины. Батек Сэнку очень постарался. Поверили? Это не Батя Сэнку, а это друг Батя Сэнку. А кто Батя Сэнку, мы не знаем. Впрочем, водицу мы уже гоним, так что воскрешение всего человечества уже совсем скоро. Писал текст и монтировал Тим Таран. Озвучили Визг и Метка. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео. А если не понравилось, непременно ставьте дизлайк. Подписывайтесь на наши каналы на Рутюб и Лидзен, чтобы точно не пропустить видео, которые на YouTube могут заблокировать за нарушение авторских прав. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Boosty. На нем все видео выходят в первую очередь. Их точно не заблокируют. Спасибо за просмотр. Всем пока.